Приюту для животных Каштанкин дом срочно нужна помощь. Об этом в соцсетях сообщила его хозяйка Светлана Коновалова. Одними из первых откликнулись волонтеры и сотрудники Краеведческого музея. Кто и как может помочь, узнали наши корреспонденты. Этого черного непоседу нашли за автобусной остановкой. В сильный мороз шансов выжить у него практически не было. Котенка заметила сотрудница приюта и вот уже несколько дней он живет в Каштанкином доме. Он был кусочек замерзший. Ну его под лампу, там то сё, всё ему было сделано. И вот мы надеемся, что где-то он обретёт дом. Маленьким постояльцам часто требуется медицинская помощь. Дети их обследуют, обрабатывают от паразитов и только потом помещают в просторные вольеры. Чаще всего в Каштанкин дом животных попросту подкидывают. Лишь некоторых привозят хозяева. Тихо, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё хорошо. Сейчас под опеку у Светланы Коноваловой около 400 питомцев. Приютить, обогреть и накормить каждого – дело затратно. Поэтому все 10 лет приюту помогают благотворители. На пожертвования построены вольеры. Сейчас нужно завершить работы ещё в одном помещении. Конечно, хотелось бы иметь вот эти вот помещения, изолятор, который мы наверху хотим сделать. Если кто может помочь нам, то благодарны будем мы вам не сказано. Но главная задача хозяйки – накормить своих питомцев. На одного животного в месяц уходит примерно 2000 рублей. Денег катастрофически не хватает, и Светлана Коновалова регулярно кидает клич в соцсетях. На этот раз помогли сотрудники Хакасского кровеческого музея. Мы увидели клик о помощи, что приюту Каштанкин дом не хватает сухого корма. Мы решили присоединиться и к этой благотворительной акции тоже, и пообещали всем, кто принесёт корм в музей, кто не хочет сам отвезти корм, у кого нет возможности, мы пообещали пригласительный билет на любое время за любой принесённый корм. Теперь любой посетитель может посетить экспозиции бесплатно, а заодно и помочь животным. И эта акция оказалась востребованной. В ней уже приняли участие полсотни человек. В приют отправлено две партии корма.